Всем привет! Сегодня первый урок курса Школа пейзажа. На этом уроке мы пойдем от простого к сложному. Я покажу вам некоторые технические приемы, которые важны начинающему художнику. Но могут на этом уроке участвовать и те, кому просто интересно или кто хочет узнать что-то новое. Ведь у каждого художника свой подход. Поэтому я рекомендую это видео к просмотру и художникам. Начинаем! Сейчас выдавим краски. Палитра у нас небогатая. Обычные цвета. Желтый. Оранжевый. Вместо красного у нас будет краплак. Охра светлая. Сиена жженая. Умбра натуральная ленинградская. Индиго. Ну и конечно белый цвет. Сейчас будем работать пятнами, сделаем крупными плоскостями, а затем будем прорабатывать детали. Хочу заметить, что когда мы будем работать над картинами, над нашими, я хочу, чтобы все работы были годные, чтобы их можно было использовать, либо дом украсить, либо подарить кому-то. Поэтому будем стараться так, чтобы ваши работы с первого урока уже имели место быть. Итак, начинаем. Сейчас наша задача сделать рисунок. Рисунок сделаем самый простой, обычный пейзаж. Бережок будет у нас на переднем плане, второй план и вдалеке третий. Сразу немножко разберем планы и поговорим о пространстве. И кстати, я забыл вам сказать, мы часто будем использовать воду. Я хочу, чтобы вы научились писать воду. Начинаем. Охрой я рекомендую вам сделать рисунок. Не карандашом, а охрой, чтобы цвет не подмешивался. Сначала сделаем передний план. Ну вот у нас вот такой будет передний план. Я не хочу делать его ровным, пусть он у меня будет вот такой. Сделаем задний план. Покажем задний план. На заднем плане покажем деревья. Покажем деревья. Вот будет дерево на заднем плане. Оно же будет отражаться в воде. Здесь немножко берега. Точно так же здесь. Немножко еще какой-то план будет. Здесь берег. Тот план отражается дальше. Покажем здесь еще кусок берега, который ближе. И сделаем, чтобы он перетекал в такой холмик. Холмик тоже отражается в воде. Здесь у нас береговая линия. Соприкосновение воды и земли. Вот так. Здесь у нас тоже будут деревья. Ну форму придадим им так произвольно. Здесь еще одно дерево. И там будет кусочек заднего плана вдалеке. Вот так. Ну вот так. Можно с формой поработать. Здесь я специально упрощаю. Скажем так, за основу я выбрал упрощение. И тоже отражение сюда покажем. Упрощение. Мы сейчас сделаем это все пятнами. А потом, после того, как мы сделаем пятнами, мы начнем придавать этому форму. Сейчас от самых простых пойдем. Давайте покажем примерно, где у нас будут цветы находиться на переднем плане. Будет скучно, если мы цветы не покажем. Вот здесь будут примерно цветы. Я хочу сказать, что как сейчас нами будет водить рука Бога. Мы должны отдаться на Его милость. И стараться просто сделать все очень-очень экспериментально, чтобы не зацикливаться. Глаз дорисовывают все, что нам нужно. Наша задача просто вводить кистью по холсту. Сейчас увидите, в чем секрет просто вводить кистью по холсту. Я тонкую кисть откладываю в сторону. И начинаем с вами живопись. Возьму кисть. Кисть я возьму сразу широкую. Для этой картины размер у меня, по-моему, здесь 20 на 30 или 25 на 30, как-то так. Этого достаточно, чтобы быстро закрывать. И берем белило. Начинаю картину в этот раз я с заднего плана, чтобы мы с вами двигались вперед. Итак, закрасим плоско небо. Я специально сегодня все плоскостями беру для вас, потому что это первый урок, и нам нужно научиться не дробить, а работать плоскостями от простого к сложному. Это основная заповедь. Если мы научимся работать от простого к сложному, нам легче будет работать в дальнейшем. Мы просто прорастем. У нас будут крылья, на которых мы сможем парить над искусством. Итак, начинаем. Вот у нас цвет, который мы возьмем за основу. И немножко сделаем его сложнее. Обычно я добавляю в такой цвет в самом начале. Желтый. Но сегодня у нас будет пасмурная погода. У нас будут очень средние тени и цвета. Нам нужно будет сейчас добавить в этот цвет охры. Но я на всякий случай немножко белого отложу. Я покажу этим белым цветы на переднем плане. И добавлю в цвет для сложности охры. Не так много ее нужно добавлять. Не так много. Чтобы он оставался светлым, но в то же время имел такой вот тон. Вот так. Смотрите, какой цвет. У нас пасмурная погода с вами. Поэтому вот мы немножко его затемнили. Вот так. Вот получился цвет. И сразу начнем работать. Чтобы не откладывать долгий ящик. Значит мы закроем этим цветом половину неба. Сразу закрываем. Видите? Отличается от белого. Еще что я хочу сказать. Сегодня мы никак не тонировали холст. Я хочу отучить вас от боязни белого холста. Очень много профессионалов страдают этой боязнью. Научиться разбирать в тоне от белого. Наша тоже будет одна привилегированная задача. Давайте продолжим. Смело закрашиваем половину неба. Обычно я оставляю немножко цвета. И это обязательный пункт. В сторону откладываю. Для того, чтобы если у вас что-то пойдет не так. У вас будет возможность с этим цветом исправить. Продолжаем. Первую половину неба мы показали. Нам этот цвет пока больше не понадобится. Покажем нижнюю часть неба. Небо у нас сверху с подсветкой. Его заволокло тучами. Следовательно, сверху идет свет. Внизу есть более темная часть неба. Мы ее сейчас покажем. Сюда еще чуть-чуть. И подмешаю в этот нижний цвет неба немножко краски индиго. И она у нас имеет легкий такой голубоватый цвет. Слегка, слегка, слегка. Вот такой. И этой краской я показываю плоско нижнюю часть неба. До краев деревьев. До краев. Вот так. Сегодняшний урок должен получиться у всех. Потому что очень просто мы работаем. И картина должна получиться красивая. Мы будем двигаться от простого к сложному. Поэтому, если у вас что-то не будет получаться, возвращайтесь к предыдущим урокам. Терпение и труд все перетрут. Форму деревьев я хочу сделать интересней. Потому что мне не нравится, как я сделаю два таких вот дерева непонятных. И как-то посредине одинаково. Я вот так разделю их все-таки на части. Уже рисунком. А теперь мы соединяем два этих цвета. И у нас получится завершенное небо. Там задний план. Там тоже немножко проступает задний план. И здесь вот эта часть неба, она у нас растушевана, чтобы не было границы. Вот так. Все. Небо наше готово. Наверное, я скажу вам такую ошибку, которую я уже совершил сейчас. Я сделал очень пустого неба большое количество. Мне нужно что-то придумать сейчас, чтобы это небо было более оправдано. Пожалуй, я сделаю одно из деревьев вот здесь более высоким. А небо будет просвещаться. И это будет красиво. Сейчас увидите немножко дальше, как это будет. Сейчас вот нижней частью неба я сделаю нижнюю часть воды. Повторю отражения вот эти, которые здесь есть. Но вот передний край воды пока трогать не буду. Здесь будет отражаться вот это дерево. Так я введу. Смотрите, там, итак мы сделали низ вода еще не завершена нужен передний план воды это отражение которое всегда плотнее на переднем плане вот давайте сейчас сделаем я добавляю опять индиго темню немножко ее вот так прям в этот цвет и рядом смотрите насколько плотней вот я подмешиваю и чтобы она была интересней и сложней я добавляю туда немножко краплака вот слегка фиолетовинка такая стала появляться у цвета у моего вот такая сейчас легкая фиолетовинка вот настолько плотнее вот посмотрите рядом эти два цвета я специально не стал убирать а показываю насколько плотнее вот так и теперь я наношу вот передний край воды передний край воды замечательно у нас все идет по плану скажу вам еще такой секрет картина на любом этапе должна быть красивой как этого добиться а просто просто старайтесь я буду учить вас а вы смотрите растираем теперь вот эти два цвета передний край воды и задний край растираем у нас получается вот такой переход плавный переход плавный у меня уже готов если у вас еще не готовы вы растираете приостановите мое видео и разотрите и включайте дальше вы растерли свою воду теперь продолжаем делать теперь мы возьмем передний план всех всех деревьев которые находятся здесь и сделаем их одним цветом смотрите что я сделаю у нас конечно же это второй план там легкое присутствие белил есть у нас в этом плане поэтому мы белила сразу добавляем в этот цвет у меня на кисти есть белила сейчас я сейчас буду подмешивать прямо этой кистью цвет который мы должны создать для второго плана вот он этот цвет белил у меня на кисти я беру индиго это же цвет у нас зеленый план но не совсем зеленый он у нас сложноватый беру туда желтый получился прям такой яркий яркий зеленый нам такой цвет не пойдет это средний мы добавляем него умбру натуральную ленинградскую коричневый цвет чтобы сделать его интересней вот у нас получился такой видите цвет он слегка разбеленный с белыми цветами он слегка коричневатый такой но это и хорошо посмотрите как я нанесу его у нас вот деревья эти получаются вот это весь передний план я их виде как обобщая не у меня почти круглые вот так я оставляю здесь место здесь будет еще бережок а могу не оставлять давайте я закрою целиком специально закрываю чтобы вам было понятней вот эти деревья эти деревья переднего плана вот они я их закрываю вот по самую воду по самую воду закрываю их вот так такой цвет очень гармонично ложится обратите внимание что я еще делаю вот здесь я немножко добавляю вот так сложности вот здесь у касания земли и небо вот добавляю такой сложности чуть-чуть для чего вот так ветки часто заканчиваются и немножко видно небо сквозь эти ветки вот пусть будет вот так у меня вот это дерево это это деревья и вот это третье это деревья второго плана почему я пока не тронул ни разу воду потому что она будет слегка теплее и плотнее отражение всегда немножко плотнее я обещал вам что сделаю это дерево выше чтобы оправдать небо вот я наношу на него еще листву сюда но не везде пусть у меня отражается пусть отражается у меня просвещается вернее там пространство отражаться будет здесь внизу я тебе обещал вот всего-навсего одним цветом делаются деревья все мы сделали теперь мы сделаем отражение от них чтобы понимать все чтобы все внимательно было просто добавляю умбры натуральной ленинградской в этот цвет подмешиваем и уже более плотным цветом с умброй я делаю отражение чуть-чуть еще плотнее и немножко растворителя пошло отражение сейчас я здесь соединяю пока потом определимся погода пасмурная но в любой погоде есть свои прекрасные вещи сейчас вы все увидите вот уже начинает что-то просматриваться уже чувствуется состояние а мы еще картину только начали с вами вот она отражение немножко опять добавляю сюда умбры вот вот чтобы оторвать немножко планы вот вот она умбра здесь и вот это дерево которое сзади стоит вот так его вот все хорошо здесь немножко подчеркнул бережок здесь береговую линию немножко подчеркнул давайте дальше у нас есть еще задний план так вот давайте опять возьмем немножко белил сюда но задний план у нас там присутствует желтый но там больше у нас холодного цвета вот давайте индиго добавим туда вот так смотрите что я сделал у меня был цвет этого плана я смешал желтый индиго и умбра у меня было меньше белил сейчас больше белил и больше холодного больше индиго сюда вот специально я оставил обратите внимание на палитру посмотрите вот такая разница между ними мы должны видеть эту разницу уже на палитре сразу вот и наносим сюда этот цвет заднего плана она как бы сливается с одной стороны а с другой стороны она не сливается но отличается мы может быть не замечаем а замечает глаз без нас и дорисовывает все вот делаем упрощенно вот так задний план вот он там дальше поэтому и отражение дальше но короче отражение и там будет бережок вот я показал задний план этим цветом есть еще дальше план совсем вдалеке вот я опять наберу вот так белил больше добавлю индиго и больше ничего не буду добавлять этого мне достаточно и трону тот план который там далеко обратите внимание насколько он стал там светлее белее и холоднее вот так я разделил на планы посмотрите ребята вот так и он уже здесь не отражается потому что он там очень далеко что теперь будем делать а теперь настал черед береговой линии сейчас я подберу для нее какой-то цвет я сейчас добавлю просто сюда в эту палитру желтого и вот сберила и помешана больше желтого теплого вот такой цвет получается вот такой вот так может быть немножко туда индиго добавлю чтобы зеленца такая присутствовала это у нас все таки с вами летний такой пасмурный день и вот я добавляю обратите внимание он светлее всех этот фрагмент здесь светлее всего сейчас светлее чем деревья и так далее вот вот желтый этот может быть еще чуть-чуть светлого белого сюда него вот такой получается вот такой он получается отражение опять сделаем теплее немножко и немножко плотнее кстати вот и здесь тоже трону береговую линию вот так она узкая здесь и это как-то там задний план сейчас я отражение трону вот я добавляю сюда умбру и делаем отражение воде вот так вот начинают просматриваться уже наш пейзаж ребята теперь задний план задний план опять холодный вот там бережок который есть и также он там отражается я добавляю в этот цвет опять вот так билин подмешиваю обратите внимание и сюда добавляю черной краски вот так вот индиго попала туда холодный можно даже синий использовать но будет сильно ярко я советую вам индиго индиго это смесь двух красок сажа газовая и голубая fc при использовании этого цвета вы заведомо получаете готовый нормальный цвет для работы поэтому я рекомендую наносим задний бережок вот так я стараюсь говорить быстро и емко чтобы было меньше воды и чтобы все четко до вас долетало если сильно быстро для вас значит берите и конспектируйте делайте паузы продолжаем показали эту часть теперь дело у нас за передним планом передний план мы тоже сделаем плоско видеть я слегка наметил где будут цветы но вы не обязательно вам было намечать где цветы можно их и сверху изобразить в данной ситуации в данной работе но я оставлю место для цветов специально чтобы меньше крас краску ложкой знаете как это бывает допустим положили вы сильно пастозно начинаете сверху ложить она подмешивается так вот для того чтобы не подмешивалась слегка намете места где будет что-то у вас вам потом проще сверху будет но бывает такое что проще сразу плоско закрыть а потом сверху наносить но слой в этом случае должен быть тоньше а я хочу пастозно москово поработать сегодня и так для того чтобы сделать передний план нам нужен минимум белил потому что мы уже находимся спереди а спереди всегда белила на самом последнем месте возможно с белилами мы будем делать отражение росы отражение в россии небо да тогда присутствуют белила или есть какой-то особый цвет травы где без белил не обойтись но здесь у нас будет сочная зеленая летняя или весенняя трава поэтому практически без белил сейчас я даже возьму другую кисть ради этого и очищу место для своей работы вот я очищаю здесь место на палитре там где у нас будет практически без белил проходить вот я очистил и возьму бумагу мягкие салфетки бумажные и вот так протру это место беру чистую кисть взял чистую кисть набираю желтую так чтобы она была сложнее вот набираю охру немножко индиго и примерно вот такой цвет получился какой-то он ядовый у меня не знаю я наносить мне такое или нет немножко умбры добавлю вот так все макаю кисть в растворитель и что я делаю ребята я крашу но крашу видите как слегка слегка натирая я хочу вот сейчас стал экспериментировать я хочу чтобы в каких-то местах немножко светился холст передний план любит такие вещи академисты так и работали они вот подкладку делают мы дойдем с вами до этого на следующих уроках сегодня наша задача нарисовать просто и красиво но слегка эксперименты нам не запрещены поэтому я вам показываю вот видите как я слегка втираю вот втираю он как имприматура получается и в то же время получается вот такой и оставляю место там где у меня будут слегка цветы вот передний край там где идет касание с водой не нужно делать одинаково вот так ровно просто можно вот так вот так его вот так потереть здесь притереть вот все основные касания у нас будут найдены с вами вот местечко для цветов такое я оставляю вот так вот здесь будет кучка прям цветов здесь будет вот так вот уже красиво поехали дальше а теперь бы нам начать ее усложнять и вот мы начинаем то волшебство о котором многие молчат но мы все узнаем а к концу курса мы будем опытными поехали поехали теперь я беру на переднем плане и решаю внутренние тени в земле в праве умброй вот я беру сюда добавляю умбру в этот цвет и слегка знаете как случайно касаниями слегка касаниями вот так подмешивая в том числе сначала возможно у вас может получаться эта операция нелепо потому что но все таки это и рисунок и опыт нейронные связи которые достигаются только большим количеством написанных работ но все равно как то должно стать интересней на свой вот вкус на свой вкус покажите в некоторых местах в переднем плане вот такую тень земле знаете как там в траве обычно где-то вот где-то темнее всегда вот особенно вот там где какой-то кустарник лето но не везде есть места очень плоские очень ровные там оставьте вот покажите слегка вот у вас уже будет ощущаться что здесь не просто ровно закрашена а что там какой-то труд заложен там что идет проработка уже у вас уже уходит декоративность уже начинается живопись показал вот эту тень мы переходим к теням на заднем плане внутри деревьев тоже вот сейчас я показываю тени на заднем плане у нас только такое я возвращаюсь к своей кисти которая предыдущая была которая у меня в краске которая я делал задний план и вот я сейчас посмотрите что сделаю я сейчас умбру беру и уже у нас холоднее тени на заднем плане индиго и немножко желтого туда так чтобы тени эти вот опять умбру тени эти были конечно разбеленные слегка но плотнее чем средний цвет здесь вот такие вот видите вот такие вот я покажу тени у деревьев вот знаете как просто плоско пятнами этого достаточно вот так показываю тени у деревьев вот внутри вот так показываю и покажу береговую линию теперь с тенью и где-то там камыш в тени что-то такое происходит вот так везде не нужно трогать а вот фрагментарно так чтобы форма начала чувствоваться и следом вы понимаете что идет следом идет свет на деревьях вот сейчас тени покажем и сразу свет сделаем все равно погода пасмурная но дерево все равно делится на тени на свет как бы там ни было просто все это мягче происходит нам удобнее поучиться первый урок сделать очень мягко и здесь тоже в воде я покажу отражение просто не так подробно там в воде я покажу отражение оно более примитивно его не нужно там выписывать иначе у вас запутаетесь а так будет интересней вот начинает форма проступать сейчас вот у этого дерева которое немножко дальше вот уже это второй план считается у меня а там сзади уже с присутствием холодного будет и вот здесь вот эту тень дам еще не везде одинаково вот где то есть где то нет вот касание бережочка и воды вот так здесь тоже здесь я знаете что вот возьму умбры немножко больше и не должно быть одинаково мне нужно будет вот фрагментик вот так усилить вот так взять вот усилию и здесь немножко так переходим дальше переходим к теням на заднем плане и там будут тени еще дальше на заднем плане тени опять немножко белил подмешиваем и индиго и они у нас получаются там сзади уже холодноватые тени тронули 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 сейчас я подмешиваю еще в более белый вот смотрите вот еще краю двигаюсь видите еще подмешиваю опять индиго но чуть чуть плотнее вот чуть чуть плотнее чем там вот смотрите показал причем это и все на заднем плане это и все это здесь мы еще свет на деревьях покажем а там сто процентов все и на этих чуть-чуть покажем свет вот как мы свечи давайте свет опять с передних начнется сыт и со второго плана начнем потому что я считаю его вот на него будет взгляд падать вот через цветы на него будет падать взгляд поэтому я на него упоры делаю сегодня вот давайте теперь свет покажем вот у нас это тень здесь была давайте вот опять вот опять светлой краски отсюда захвачу вот так вот так вот опять желтого возьму желтого можно охра немножко вот у нас здесь есть вот этот цвет от переднего плана и покажу анутрон насколько светлее еще просятся еще просто светлее я добавлю желтый на палитру для своей работы запаситесь белыми и желтыми цветами вот то что уходит лучше всего так это эти два цвета белый желтый вот так ну что теперь вот более светлым цветом она трону здесь рядом да вот ложится мы покажем тени вот посмотрите я просто трону цвета вернее извините я просто трону вот здесь по макушкам деревья посмотрите как вот свет трону 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 свет вот так трону вот кистью случайно вот случайно я только что вам говорил начале урока расслабьтесь пусть господь водит вашей рукой вот так и происходит вот видите вы расслабляетесь и не вот так специально пересчитываете так точками бьете по картине а вот так чтобы вот случайно слегка слегка вот так хаотично у вас ложился мазочек от этого только натуральный будет если вы будете очень закономерно делать это не будет чувствоваться декоративность будет поэтому если у вас сразу так не получается делайте как получается все равно красиво будет просто со временем со временем вы должны это почувствовать нейронные связи сложатся обязательно но это при наличии конечно труда искусство такая штука здесь труд помноженный на труд нужно учиться для этого я вам буду в помощь теперь вот делаем свет на деревьях вот показываю просто свет условно условно все глаз дорисовывают очень прекрасно вот так вот они деревья просвещается там у них видите чуть чуть выше там делаю чуть-чуть вот так просвещается там сзади тоже пейзаж небо просвещается как в природе вот здесь тоже сейчас еще сюда вернусь немножко не везде одинаково вот видите как они свет на них вот показываю я даже знаете что я даже здесь так условно чуть-чуть вот так подмажу подмажу в отражение вот так немножко и все видите буквально несколько ударов кисти и здесь также вот наверху видите как глаз дорисовывают прекрасно начинает проявляться наша картина художественность начинает ней пасмурный день все но все равно романтизм начинает присутствовать а почему потому что мы математикой занимаемся мы правильно разложили тональные и и мы простыми от простого к сложному сделали пятнами и начинаем расцвечивать это дело все ой то ли еще будет ребята у меня столько идей планов я вам столько расскажу интересного будем учиться в общем тоже вот так не просто округло я делаю а немножко знаете немножко добавляю вот такой оживляж сюда вот наверху еще трону вроде бы у каждого дерева такая конструкция знаете как есть портрет у дерева дуб такой широкий ветвистый такой у него такие кроны вся березка такая вот знаете у нее вот эти веточки это тоже нужно учитывать все но это в процессе а сейчас у нас просто образ деревьев это тоже хорошо а можно вообще обобщать так что приобрать их округлыми делать вот а елки треугольными и такое может быть в цвете красиво решить это такое декоративное решение пейзажа и таких достаточно художников которые красиво так могут все преподнести что просто глаз не оторвать мы с вами делаем по усредненному варианту и я очень люблю гипертрофировать на форму дерева ствол давайте продолжим вот смотрите на этом дереве совершаю чуть внизу сюда вот так и пожалуй все теперь задний план свет возьму просто вот так с белилами подмешаю и немножко с голубым вот так и покажу свет на заднем плане и менее подробно здесь более подробно здесь вообще несколько ударов этого достаточно будет просто раньше вы думали что чем больше проработки тем красивее картина это не так картина красивее когда она лихо сделана живописно когда малыми средствами достигается многое картина от этого только цену приобретает и вкус вкус художника как быстро вам сделать картину так чтобы получилось изящно за этим конечно труд стоит но извините меня если вы постараетесь то ваше удовлетворение удовлетворение окружающих и вообще это большое счастье вот научиться так чтобы это было просто великолепно поехали дальше вот здесь покажу знаете что вот хочется мне вот таким вот ореольчиком вот так здесь вот так как будто там еще какой-то вот кустарник вот продолжается вот так вот мне кажется так интереснее даже и здесь вот этот свет продолжу что подбить вот так задний план вот и какие-то детали еще обострю вот возьму желтого сюда желтого подмешаю чтобы оправдать этот передний план и вот здесь вот обострю вот детали чтобы вот посмотрите как вот обострю и уже интереснее уже я вырвал немножко передний план вот так а и здесь точно так же вот все теперь начинаем бережок бережок сейчас узнаете что вот тронуть надо здесь немножко в отражении вот так вот вот прекрасно и здесь чуть-чуть теперь бережок нужно сверху некоторые мазки положить так чтобы он смотрелся вкуснее вот я немножко белого сюда и немножко охры вот так и вот знаете вот здесь вот возле воды что-то такое есть вот так потом допустим вот индиго желтая и немножко вот светлого сюда раз и вот сверху сверху чуть-чуть светлее чтобы чувствовалась форма вот форма чуть-чуть светлее сверху для эстетики какой-то кусочек здесь вот так бень и трону вот так и хочется вот здесь тоже чуть-чуть светлее добавить вот таких фрагментиков чтобы не было скучно но и недостаточно хорошо мне не сильно нравится хочу чтобы сильно нравилось возьму охру вот так тоже так с беленьким подмешаю вот так и на переднем плане здесь вот так еще кое-что там трону чтобы сочнее было и лучше вот так вот она вот так вот вот так вот вот так вот вот так уведу вот этот кусочек не сильно он мне нравится вот так его но начинает быть похоже на правду а теперь переходим к переднему плану уже полностью что мы здесь с вами сделаем цветы я хочу показать сначала тень цветов а свет уже положить на них сверху день она такая средняя мне нужно будет сейчас помыть кисть сначала или нет я не буду мыть кисть я возьму чистую и покажу как сделать тень изначально я беру маленькую кисть вот такую возьму маленькую вот такую вот кисть плоскую и у меня есть белый цвет которыми собираюсь цветы показать очищу место там где буду вам показывать у нас еще будет свет на траве и свет тень и свет на цветах и фенита ля комедия на сегодня и так цветы возьму отсюда вот этого белого который я откладывал и нужно сделать тень и возьму туда представляете всего-навсего я подмешаю туда умбру натуральную ленинградскую она такая тепло-холодная рядом с теплыми цветами яркими желтыми оранжевыми эта краска смотрится холодной в разбили практически синей смотрится вы не поверите зеленоватый но если она рядом с холодными цветами она начинает смотреться теплой удивительная краска она такая средняя она так хороша в работе и в проработке стволов деревьев применение как нейтральная и и имприматуру можно делать из нее все что угодно вот сейчас мы этой краской делаем вот белилами тень у наших с вами цветов вот насколько просто она начинает ожить во первых посмотрите эти цветы в пасмурную погоду на фоне воды чуть-чуть будут темнее но на свету чуть чуть светлее вот сейчас я завершу вот почему я делаю вот так их много да потому что цветы не растут они растут конечно по одиночке но вот такие полевые на берегу они часто такими колониями растут и вот не нужно показывать пересчитывать на одинаковом расстоянии цветы на поле цветы обычно возьмите фотографии полей вы увидите там или с натуры полюбуйтесь но если нет такой возможности выехать вот прям сейчас сегодня на пленэр просто наберите в поиске того поле и вы увидите как колониями растут цветы где-то один где-то три но где-то масса цветов а где-то большой промежуток и вообще ничего не растет вот в пейзаже так нужно тоже показывать вот так я покажу тени цветов и обратите внимание на что что у меня цветок вот смотрите видите чуть чуть плотнее чем отражение в воде потому что в пасмурную погоду вот на фоне воды он вот такой возможно солнце где-то там поэтому вот он и ощущается таким теневым но когда буду свет делать то этот свет будет наоборот светиться и форма у цветов объем появится вот я сейчас делаю колонии но буду переходить еще к отдельно стоящим цветам вот передний план тоже вот так вот так вот я Продолжение следует... Если увлекаетесь и кажется, что вы занялись пересчетом, немножко отстранитесь от картины, дайте возможность присмотреться себе. Именно заставьте себя, насильно заставьте себя сделать неаккуратно. Вот тут такой момент, да, именно неаккуратно сделать, вот где-то даже вот так, знаете, вот так вот показать. Так натурально не будет, видите, как я кистью пошел. Вот, вот, вот эта случайность, она дорогого стоит. Потому что если вот такие кругленькие будут, аккуратненькие здесь на поле, нету такого в природе. Один цветок вы в профиль видите, а другой цветок прямо. А какие-то три вместе вообще непонятной формы. А третий вообще сломался, упал, пьяный лежит. Ну так что теперь? Мы это и покажем с вами. Вот, вот они все. Я не буду больше пересчитывать их, этого достаточно. Теперь я покажу, пока у меня вот такая ситуация здесь. Настало время показать свет на траве. Можно показать два света. Сейчас один свет и потом самые яркие, сочные травинки, которые вот блестят. Роса может блестить, либо такие охристые, светлые колоски там есть. Вот мы покажем две тени, вернее два света. Один свет средний, который где-то перекроет теневые места цветов. Потом покажем цветы и венчаем нашу работу самым светлым цветом травы. Отдельными, отдельными штучными такими травинками, которые именно такой придадут лоск нашей картине. Поехали. Сейчас мы показываем свет на траве. Я опять возвращаюсь к кисти, к этой, которая безбелила меня. Беру желтый, вот здесь намешаю. Вот у меня кисть в чем-то, видите, я ее не мыл. Вот эта случайность тоже прекрасна. Ну, в каких-то коричневых здесь. Я показывал, вот, я показывал тень на траве. Вот, пусть. Это же все родной цвет отсюда. И теперь немножко туда подмешаю вот такой зеленцы. Вот так. И да, сейчас я буду, а ну как, трону. Нет, она недостаточно светлая. И да, вот сейчас, возможно, я сюда немножко белил, добавлю для света. Вот так. Вот так еще добавлю. Вот. Потому что уже там где-то пошли какие-то рефлексы, какие-то вещи такие, отражения неба, сырость. Вот, видите, свет несколько светлее, чем, вот, видите, как. Вот, свет этот несколько светлее, чем вся плоская масса этого. Так. Вот так вот. Еще немножко сюда желтой. Вот, 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 вот. Вот она, вот, вот, вот. И сюда прям захожу на эту тень цветов кое-где. Но тоже не везде. Какие-то части, они должны остаться такими, как мы их показали, плоскими. Они тоже свой шарм сделают. Вот видите, как я тоже хаотично в траве здесь трогаю. Вот так. И выхожу сюда, знаете, такими вот кусочками слегка, вот так. Раз, 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 и все. Раз, раз. Раз, 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 раз. Раз. Здесь тень немножко, я знаете, что сделаю. Возьму кисть, синтетику. И вот отражение слегка вот так причешу. Вот так его причешу, потому что мне не сильно нравится, как оно легло. Вот, вот так. Тоже без фанатизма, мазковая работа. Хочется, чтобы она ощущалась мазковой. Вот, вот так. Чуть-чуть, чуть-чуть. Без фанатизма слегка. Вот, главное, не переборщить. Потому что здесь тронул раз, не так, и уже обидно. Поэтому смотрите внимательно. Здесь добавлю. Пошире, в унисон, в унисон моему отражению. То отражение шире немножко получилось. Так, значит, свет на траве продолжаю. Сюда заходит на это отражение. Я почему причесал, я увидел этот вопрос и сразу его решил. Вот, вот так. Здесь, здесь, ну вот так. Такая мокрая получается растительность переднего плана. Вот, и здесь вот так чуть-чуть. Вот, вот. Ну что? Уже тема близка к своей развязке. Когда у нас пойдут цветы здесь сейчас, светлые, картина сразу преобразится. Давайте теперь дадим цветы наши. Цветы, значит, я дам чистым, которым мы отложили, цветом. Вытру кисть просто эту. Вытру, вымаю ее в растворителе. И просто сверху положу. Картина маленькая. Здесь мы сделаем вот попроще. Просто положим сверху белые цветы. Я их положу не везде. Вот смотрите как. Видите? Вот фрагментами они есть. Где-то тень остается. Но уже вот эта красота будет. Вот. Вот она. Вся эта история. Вот она, она. Вот такой свет цветов. Сейчас обратите внимание, они слегка вырываются, вот эти цветочки. Они не будут вырываться после того, как мы покажем вот этот финальный свет на траве. Он, как бы, их соберет слегка. Слегка. Вот так. Вот. Какие-то цветы получаются вот здесь. Вот так. Вот. Светлее. Видите? Вот. Вот они над водой получаются. Вот они здесь. Вот так работают. Вот. Кашки такие. Вот это то, что надо получается. Где-то тут они темнее, а края вот светлее. Вот так. Здесь тоже так. Не все одинаковые, я не закрашиваю. Видите? Вот. Проявляем потихоньку нашу картину. И тут тоже вот они такие, эти цвета. Тоже вот такие, как я вам показывал. Вот так можно чуть-чуть их наляпать. Ну, вы должны почувствовать это. Так тоже наляпать можно. Да, надо почувствовать. На все это какое-то время нужно, конечно. Тренировка – это великое дело. Вы возьмите даже спортсмена. Как в спорте без тренировок. Просто одышка и все, и никакое упражнение не выполнишь. То же самое касается живописи. Да тут еще и голову нужно тренировать. Живопись вообще – это математика, это шахматы. Это все. Тут столько составляющих. Вот сейчас мы простой делаем урок, да. Но с одной стороны это просто, а с другой стороны это концентрация опыта. Это то, что уже когда-то я открыл, делюсь с вами. А вам будет немножко проще, потому что я вам дам точку отсчета. Но, кстати, это не значит, что вам не нужно будет трудиться. Вам придется своими руками достигать. Я буду вам давать хорошие советы. Как вы их примените, все зависит от вас. Я не приду и не нарисую за вас своими руками. Вам придется своими. И я желаю вам успехов на этом поприще, чтобы все получилось у вас. А я вам в помощь. Ну, вот так, ребята. Финальные теперь колосочки остались. Вот я в этот цвет наш, вот с желтым. Видите, оранжевый нам не пригодился. Вот сейчас пригодится. Вот я беленький, желтенький, оранжевый. Может, даже вот с оранжевого больше. Вот так сюда добавлю. Еще желтенького. И покажу вот этот финальный свет на траве. Вот такие вот фрагменты, они дают форму. Вот так. Вот. Получится то, что надо. Вот так. Но тоже перебарщивать не стоит. Я уже вижу, что тут начал перебарщивать. Вот эти фрагменты, они... Да, сейчас еще прям желтого сюда подбавлю немножко. И прям возьму сейчас вот этой охры, которая оставалась. Она тут сложная такая. Тоже вот ей вот таких случайных вещей подброшу сюда. Так, прокручивая кисти где-то. Вот так вот. То, что тут на переднем плане может быть. Такое. И еще, знаете, что вот небо возьму кусок. Вот так, прям небо. И вот покажу, вот знаете, вот так, с каким-то таким холодным. Вот немножко вот такие вот фрагменты, как вот рефлексирует что-то там чуть-чуть. Вот так. Ну, так, чтобы не было перебора, нужно прекращать. Я еще, знаете, что покажу. Вот такой отцвет на воде, вот здесь, холодный, вот небо. Вот так покажу его чуть-чуть. А вот кусочки. И здесь покажу чуть-чуть. Вот так. Вот. Вот так что-то там будет живое еще. Вот так вот мы с вами сегодня потренировались. Я завершаю наш урок. И желаю вам творческих успехов. Надеюсь, вам понравилось. Можете присылать мне на почту свои работы. Также можно присылать на WhatsApp. Быстро ответить не обещаю, но отвечу всем обязательно. До новых встреч. Ваш Алексей Аданов.